Музыка Нам было важно показать, безусловно, архивные документы, материалы и фотографии, которые рассказывают о создании памятника, его трансформациях, его переезде из Москвы в Париж на Всемирную выставку, из Парижа в Москву после выставки, о его переносе, мыслях о его переносе в 70-х годах, о его небольшой реставрации в этот период, когда он подвергался забвению, после того, как стал символом Мосфильма и таким брендом Советского Союза, и о том, как сейчас он археологизируется современным искусством, несмотря на то, что соцар в 60-х и 70-х критически осмыслял вот такие символы монументальной пропаганды советской власти. Мы бы хотели избежать прямого нарратива и разделения, прежде всего. Нам бы не хотелось, чтобы было видно, что вот здесь у нас историческая часть, а вот здесь у нас художники. Нам бы не хотелось, чтобы художников воспринимали как нечто менее ценное, чем вот те исторические документы. Нам бы хотелось, чтобы все это вместе создавало какую-то историю. Поэтому это все показано абсолютно вперемешку. Мне было интереснее всего показать возможности музея будущего. То есть вот эта экспозиция, она называется внегласно у нас эскиз постоянной экспозиции, потому что мне кажется, что музей будущего это не тот музей, куда ты приходишь и видишь картины на стенах. Это тот музей, куда ты приходишь и понимаешь, что твои дети, приходя туда, будут получать новые знания, что он будет постоянно обновляться соответственно контекстам современности. Мы хотели создать в первую очередь эскиз новой постоянной экспозиции в Источном центре рабочей колхозницы, которая бы почти полностью отвечала большей части запросов публики. Нам важно было наладить этот диалог публики и современного искусства, зрителя и архивов, и артефактов того времени, когда памятник создавался, и вообще рассказать о бытовании символов и культурных кодов материальной культуры Советского Союза. Субтитры создавал DimaTorzok